СПАРТАКОВСЫ СПАРТАКОВСЫ Опасные моменты у ворот Филимонова продолжали возникать. 38 тысяч зрителей, которые пришли в этот день на стадион, мучил только один вопрос. Когда же хозяева забьют второй мяч, который снимет окончательно вопрос о победителе этой встречи? Игорь Яновский с метра бьет выше ворот. Казалось, остается ждать всего лишь несколько минут, и второй мяч окажется в сетке ворот Спартаковцев. Но снова не точно. Удар, и можно только хвататься за голову, приходя в себя после очередного неиспользованного 100% голевого момента. Спартаковцы в эти минуты боевали больше не умением, а числом. Числом и удачей, которая в этот день была на их стороне. И снова Игорь Яновский бьет выше ворот. И пришла 45-я минута. Одиночный рейд к воротам Хапова и Лицын Булавя закончился ударом. И мяч юркнул в сетку ворот Владикавказцев. Правда, хозяева поля считали, что он пролетел в дырку. Но арбитр встречи Виктор Епринцев из Самары имел свое мнение и для проформы, посовещавшись с боковым арбитром, показал на центр поля. Так, несмотря на гигантское преимущество Алании, первый тайм закончился в ничью 1-1. Это был первый сюрприз, который, как ушат холодной воды, был вылет на голову хозяев. И во втором тайме казалось, что после такой пощечины ловикавказцы не скоро оправятся. Они не прозевали проход к собственным воротам Валерия Кеченова. Но, на их счастье, удачно играл Дмитрий Коваренко, который в втором тайме заменил Заура Хапова. Назим Фуллиманов из хорошей позиции бьет головой выше ворот. Но это не повторение картинки первого тайма. Такие ситуации у ворот Фуллиманова повторялись все реже и реже. А выход 1-1 Анатолия Канищева лишь в случае ошибся в центре поля Валерия Кеченова. Правда, нападающий Алани этим моментом не воспользовался. А вот на 78-й минуте свисток судьи спровоцировал Спартаковца Дмитрия Оленичева на нарушение. Если и было в действиях москвича что-то недозволенное, свистеть надо было раньше, а не после того, когда Оленичев стал обводить воротаря хозяев поля. А так вместо дослуженного 11-метрового Оленичев увидел перед собой сначала вторую желтую, а затем и красную карточку. Но что самое удивительное, это удаление на игре москвичей не сказалось, и на 83-й минуте Андрей Тихонов со штрафного забивает второй мяч. Наверное, это было бы несправедливо, если, имея такое преимущество, чемпион проиграл бы на своем поле. И на последние минуты два рикошета в штрафной площади Спартака закончились точным ударом на Зимова Сулейманова. Ничья 2-2. Субтитры подогнал «Симон»